Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди, и если ты не понимаешь, что творится с альткоинами, посмотри это видео до конца, и тогда картина будет ясной. Рынок альткоинов только что дал три огромных сигнала. Посмотри, мы нарисовали третий зеленый бар подряд на Elliot Wave Asciliator. В последний раз такое было вот здесь. Сигнал номер два – это удержание структуры рынка на этом уровне месячного RSI. То, что мы сделали вот здесь, например, как раз тогда, когда мы в последний раз видели вот эти три зеленых бара на осцилляторе Elliot Wave. И сигнал номер три – это стахастический RSI. Наш импульс до сих пор удерживает эту структуру на этом уровне. Мы уже видели подобные ситуации раньше, например, вот здесь. Однако у нас уже был крест на этом импульсе, когда обе линии пошли вниз. Мы пытаемся удержать эту структуру. Ситуация накаляется. И мы уже делали это в предыдущий раз, когда у нас было три зеленых бара на осцилляторе подряд. И одновременно с этим стахастический RSI нарисовал этот крест и удерживал эту структуру. Получается, у нас три сигнала отыгрывают одновременно. И такое уже бывало раньше. Вот здесь. Один сигнал, второй сигнал и третий сигнал на одной линии. Так что же это значит? Будет ли все так же, как уже было? Или начнется кровавая баня? Давай разбираться. Не забудь поддержать видео лайком. Это очень помогает каналу. За последние 48 часов мои видео посмотрело более 100 тысяч человек. И все благодаря твоему лайку. Ну и, конечно же, немного моей упорной работе. Спасибо большое. Итак, это месячный график Total 2. Что такое Total 2? Это общая рыночная капитализация 125 крупнейших криптовалют без биткоина. И здесь мы видим отчетливо два больших бычих флага, за которыми снова и снова следуют одни и те же паттерны. Чем сопровождались эти паттерны? Появлением трех сигналов одновременно. Внизу я выделил эти три сигнала, которые только что снова загорелись. Это крест на стахастическом RSI. Это три зеленых свечи подряд на осцилляторе Elliot Wave. И это удержание структуры на месячном RSI. Прелесть ситуации в том, что все эти сигналы отрисовались после закрытия месячной апрельской свечи. Это очень важно. Начнем с осциллятора Elliot Wave вот здесь. Здесь мы видим четко, что закрытие месяца привело к отрисовке третьего растущего бара. Как мы видим, здесь растущий тренд. Одновременно с этим стахастический RSI все еще удерживает эту структуру. Так же, как и месячный RSI. В последний раз такая комбинация наблюдалась вот здесь, в октябре 2020 года. Как мы видим, стахастический RSI нарисовал крест и удерживал структуру. Мы видели три зеленых бара подряд на осцилляторе. И мы видели, как месячный RSI удерживал структуру здесь. Похоже, что рыночная структура сейчас точно такая же, как тогда. Позволь мне показать тебе подробности. Сначала мы начнем с ценового поведения. И напомню, вот этот график это не график конкретной криптовалюты. Это график 125 монет на одном графике. В 2016-2017 годах альткоины переживали огромное ралли. Вот оно. И на вершине этого ралли мы начали формировать этот красивый бычий флаг. Что такое бычий флаг? Бычий флаг состоит из сопротивления сверху и поддержки снизу. Нам нужно как минимум несколько точек касания, как сопротивления, так и поддержки внутри этого канала. А также этот канал должен быть нисходящим. Если все эти условия выполнены, то перед тобой бычий флаг. Эти бычьи флаги можно найти на любом временном отрезке, на любом таймфрейме и на любом рынке. Даже на рынке жилья и недвижимости. У нас был этот массивный бычий флаг на месячном графике. Что произошло потом? В конце произошел прорыв цены из этого бычьего флага. Обычно при прорыве бычьего флага наблюдается восходящее движение. И, как правило, это движение очень резкое. Когда оно происходит, у тебя уже нет времени на подготовку и на принятие. Что очень важно, ведь после такого длительного падения люди не верят в этот рост. И покупают, скорее всего, где-то вот здесь, чтобы продать вот здесь. В любом случае, прорыв цены из этого бычьего флага привел к росту рынка альткоинов. Рынок вырос с примерно 52 миллиардов долларов до 140 миллиардов долларов на пике. Это было быстрое утроение альткоинов после прорыва из этого бычьего флага. После этого мы увидели достаточно сильную и продолжительную коррекцию. Она нужна была для того, чтобы протестировать образовавшуюся структуру рынка. И найти новую поддержку, которая должна была обнаружиться на верхней границе бычьего флага. И такое поведение рынка повторяется снова и снова. Смотри, вот здесь было большое ралли альткоинов. На пике мы начали формировать бычий флаг, в котором цена касалась то сопротивления, то поддержки, то снова сопротивления, то снова поддержки. Таким образом мы двигались вниз по этому каналу, пока не прорвались выше этой зоны сопротивления. Прорыв из этого бычьего флага привел к росту альткоинов. Затем мы видели вот эту коррекцию, чтобы снова найти поддержку в образовавшейся структуре рынка. Итак, как только этот тест после прорыва из бычьего флага находил поддержку, начинался взрыв альткоинов. В этом случае, например, альткоины выросли от зоны поддержки до локального пика на 300%. За какое время это случилось? С момента успешного ретеста после прорыва из бычьего флага, то есть от этой свечи до этой свечи, прошло 214 дней. И альткоины выросли за эти 214 дней на 300%. Да, какие-то монеты выросли больше, а какие-то меньше, но мы говорим о движении всех 125 крупнейших альткоинов. Что мы сделали недавно? Мы вырвались из этого бычьего флага, выросли до локального пика, пошли в коррекцию, нашли поддержку и затем снова начали расти. Сколько дней прошло от этой точки до этой? Угадай, ты не поверишь. 213 дней. От точки ретеста вот здесь до локального пика роста альткоинов прошло 214 дней. От точки ретеста вот здесь до локального пика альткоинов прошло 213 дней. Удивительное совпадение. Давай вернемся к этим ретестам после прорыва из бычьего флага. Этот ретест нашел свою поддержку вот здесь, вот эта свеча была финальной. Этот ретест нашел свою поддержку вот здесь, вот эта свеча была финальной. И что интересного в этих двух свечах, а то, что когда они были напечатаны, мы находились в красном осцилляторе. Спустя 214 дней, когда мы нашли локальный пик альткоинов здесь, этот осциллятор нарисовал третий зеленый бар. То же самое происходит и сейчас. Осциллятор нарисовал третий зеленый бар на локальном пике. Точно таком же, как и здесь. Это же просто взрывает мозг, насколько все похоже. Еще раз вкратце. Большой ралли, бычий флаг, выход из бычьего флага, рост альткоинов, коррекция, нахождение поддержки. Свеча, которая нашла поддержку на красном осцилляторе. 214 дней до локального пика альткоинов, который пришелся на третий зеленый бар на осцилляторе. Затем консолидация и новая вспышка роста. Что произошло сейчас? Большой ралли, бычий флаг, выход из бычьего флага, рост альткоинов, коррекция альткоинов, нахождение поддержки. Свеча, которая нашла поддержку на красном осцилляторе. Рост альты, нахождение временного пика альткоинов. Временный пик альткоинов приходится на третий зеленый бар на осцилляторе. Неужели дальше нас ожидает какая-то консолидация и новый параболический взрыв? Так повторяется каждый цикл. Кроме этого, одновременно с этой красной свечой и здесь, и здесь происходит пересечение стахастического РСА. И как ты видишь, сейчас мы тоже пересеклись прямо на этой же красной свече, как и тогда. Что означает вот это пересечение? Оно означает коррекцию на рынке, которая вот здесь и произошла. Оно означает, что быки уходят с поста президента и его занимают медведи. Но тогда это продолжалось не очень долго, буквально один месяц. Что же мы видим в нашем цикле? Да то же самое, правда? На этой красной свече спустя 213 дней роста, точно так же, как здесь спустя 214 дней роста, Мы видим пересечение на стахастическом РСАе. Медведи снова контролируют ситуацию. Наша оранжевая линия находится наверху, а это означает, что наш импульс в буквальном смысле направляется вниз. Однако мы все еще удерживаем эту структуру, которая строилась с 2016 года. Мы нашли поддержку вот здесь, затем была поддержка вот здесь, сопротивление здесь, сопротивление вот здесь, поддержка вот здесь. И наконец-таки в нашем цикле в августе 2013 мы нашли поддержку вот здесь, предварительно пробив сопротивление. И сейчас мы снова стремимся к этому уровню, чтобы протестировать его на поддержку. И вопрос на миллион долларов заключается в том, удержится ли эта поддержка или мы пробьем ее вниз. Первый вопрос будет таким. Как же мы собираемся устроить мощное ралли альткоинов, если мы напечатали вот эту свечу вот здесь на биткоине? Ты помнишь, что это медвежья свеча, но на очень длинной дистанции она влияет на рынок только спустя полгода, не меньше. Досмотрев это видео до конца, ты будешь ясно понимать, что и как может произойти, чего ожидать, и ты узнаешь о двух сценариях для альткоинов. Хорошая новость заключается в том, что и первый, и второй все равно приведут к их взрыву. Итак, стахастический RSI вот здесь. Вот что важно, сможет ли он удержать свою структуру, как например вот здесь. Ведь если он ее удержит, то после вот этого локального пика для альткоинов и вот этой консолидации нас будет ожидать большой взрыв альткоинов. Итак, теперь мы стремимся к ретесту этого уровня. И если мы увидим нечто подобное, как вот здесь, тогда мы можем ожидать консолидацию альткоинов после вот этого роста и достижения локального пика, и после этой консолидации параболический взрыв цены альткоинов. Но сможем ли мы удержать эту линию поддержки? Ответ на этот вопрос может быть на недельном RSI. Перекуплен он или перепродан? Итак, в 2017 году мы видели пик RSI. Затем был 2021 год. Пик был уже ниже. Таким образом мы постоянно снижаем максимумы на RSI, на рынке альткоинов. Что это значит? Это значит, что с каждым циклом рынок альткоинов становится все менее параболическим. С каждым новым циклом пик рынка альткоинов становится все менее перекупленным. И с каждым новым циклом на альткоинах можно заработать все меньше иксов. Это не мое мнение, это просто факты на графиках. Здесь у нас есть максимум перепроданности, который уже ниже. А что с точки зрения перепроданности? У нас есть минимумы. Вот здесь был минимум, следующий минимум был ниже и следующий минимум тоже был ниже. Иными словами, мы видим, что RSI движется в неком нисходящем канале, где каждый раз низ находится все ниже и каждый раз пик находится все ниже. Это просто факты. Поэтому мы можем ожидать того же и сейчас, когда у нас будет следующее ралли. Скорее всего, новый пик RSI тоже будет ниже, где-то на этой линии. Хорошая новость заключается в том, что чем сильнее остынет этот индикатор, тем больше иксов мы заработаем на альткоинах после того, как этот индикатор начнет двигаться к этой верхней границе, где и найдет свой новый пик. Однако, рынку для этого придется еще упасть. Итак, мы видим, что происходит структурно. А структурно происходит то, что 4 сигнала находятся на одной и той же линии. Это вот эта коррекция вот здесь, локальный пик альткоинов, пересечение на стахастическом RSI, 3 зеленых бара подряд на остыляторе и, наконец, удержание этой структуре месячным RSI. И все это находится на одной линии. Что мы видим сейчас? Мы видим все то же самое. 4 сигнала на одной и той же линии. Коррекция альткоинов вот здесь, точно такая же, как вот здесь. Пересечение на стахастическом RSI, точно такое же, как вот здесь. Третий зеленый бар на остыляторе, точно такой же, как и здесь. И, наконец, удержание структуры месячным RSI вот здесь, точно так же, как и здесь. Все сигналы выстроились в ряд, одновременно. Но на этот раз все иначе? Ведь сейчас запустят спотовые эфириуми ТФ США, потом спотовые ETF и для других альткоинов и так далее. Так-то оно так. Но я верен фактам на графиках. Ничего не меняется. Это циклы. Все циклы проходят одинаково. Почему? Потому что люди одинаковы. Люди до смешного плохо умеют контролировать свои движения, поступки и эмоции. И самое главное, они вообще ничему не учатся и ничего не запоминают. Они не делают выводы. Из циклов цикла не совершают одни и те же ошибки. Меня это всегда очень сильно удивляет. Каждый цикл я вижу одно и то же. На росте все кричат, что больше никаких коррекций не будет, больше не будет медвежьего рынка. На падении все говорят, что биткоин стремится к нулю и булрана больше никогда не будет. Наши человеческие эмоции очень предсказуемы. И это человеческая психология. И человеческие эмоции рисуют эти циклы. Постоянно. Мы боимся покупать на падении, но очень любим покупать на росте и желательно поближе к пику. Мы боимся продавать на росте, но очень любим продавать на падении и желательно поближе к дну цикла. И мы не учимся на своих ошибках. Мы повторяем это в этом цикле, в этом цикле и в следующем тоже повторим. Ведь если бы это было не так, все наши знакомые были бы миллиардерами. Скажи мне, как много людей вокруг тебя, миллиардеры? Люди очень предсказуемы в своих эмоциях на падениях и на росте. Вот почему эти циклы повторяются снова и снова. Люди будут продолжать повторять эти ошибки раз за разом. И циклы будут повторяться раз за разом. Вот почему в инвестирование лишь небольшая группа людей становится успешной. А все остальные просто отдают им свои деньги. Так устроен рынок. Вот почему циклы в криптовалюте очень-очень похожи. Надеюсь, что я смог разбудить хотя бы одного человека. Ведь если это так, я не зря потратил время. Думай по-другому. Будь контрагентом. Очень трудно идти против. Особенно в обстановке, которая тащит тебя в одном направлении. Это как будто ты находишься в толпе, которая бежит в одну сторону и тащит тебя за собой. Это очень трудно. Когда биткоин упал на 40-80%, вот здесь сказать, что пора покупать. Тебя же просто засмеют и сожрут. Очень сложно сказать после того, как биткоин вырос в 4 раза с 16 тысяч до 74, что пора хотя бы частично зафиксировать прибыль. Ведь тебя засмеют и сожрут. Итак, я хочу, чтобы ты был тем, кто называется Contrarian Trader. Именно такой трейдер будет покупать вот здесь, а продавать вот здесь. Именно такой трейдер будет покупать вот здесь, а продавать вот здесь. Скажу честно, мне и самому сложно им стать. Очень. Нужно преодолеть человеческую природу и эмоции. Трейдинг и инвестиции – это не про биржу, активы и курсы. Это про изменение тебя как личности. Поверь мне, это поможет тебе в жизни, в любой сфере, в личной, профессиональной, какой хочешь. Ладно, давай вернемся к графикам. Фактически данные говорят, что раньше, когда мы были в этой точке, когда совпадали все эти 4 сигнала – коррекция, пересечение на стахастическом RSI, 3 зеленых бара на осцилляторе и удержание структуры на месячном RSI, впереди нас ожидало хорошее ралли. Означает ли это, что мы и сейчас, после всех этих сигналов на одной линии, сразу же пойдем наверх? Конечно нет. У нас есть импульс, направленный вниз. И если эта поддержка его не удержит, у рынка альткоинов будут проблемы. Стохастический RSI должен удержать эту поддержку. Ведь если мы ее пробьем, это будет означать слабость рынка, большую слабость. И у нас будут проблемы. Мы можем упасть вплоть до вот этого диапазона. Кстати, биткоин находится в похожем положении. Мы говорили об этом во вчерашнем видео. Вот краткое объяснение. Посмотри, это стахастический RSI, месячный график биткоина. Мы близки к тому, чтобы пересечь эту желтую линию. Последний раз такое было вот здесь, в 2021 году. Пересечение этой желтой линии привело к краху на 77%. А что было перед этим, в 2019 году пересечение этой желтой линии привело к краху на 73%. А что было еще раньше, в 2018 году пересечение этой желтой линии привело к краху на 83%. И что было еще раньше, в 2013 году пересечение этой желтой линии привело к краху на 76%. Такое пересечение этой желтой линии случалось пять раз в истории. И сейчас биткоин очень близок к тому, чтобы нарисовать это пересечение в шестой раз. Итак, мы должны удержать эту структуру здесь. Мы должны увидеть, как эта линия останется поддержкой. Мы должны увидеть, как стахастический RSI будет находиться в этой структуре. Точно так же, как вот здесь. Именно тогда эта коррекция закончится консолидацией и ростом. Консолидацией и ростом. И напомню об этой свече на двухмесячном графике биткоина. Это медвежья свеча, но она может повлиять на рынок лишь спустя полгода, если не больше. На протяжении этого времени у нас вполне могут быть большие движения, в том числе и в сторону роста. Эта свеча повлияет только на длинную дистанцию спустя полгода. Но на кратко и средние сроки нас интересует совсем не это. Что нужно для того, чтобы эта линия удержалась в качестве поддержки? Мы уже говорили об этом вчера, когда обозревали биткоин. Мы должны увидеть вот это пересечение на недельном RSI. Май должен закрыться так, чтобы это пересечение случилось. Как вот здесь, например, или вот здесь. Тогда это будет бычий фактор для альткоинов. Тогда мы удержим эту линию в качестве поддержки. Перейдем в консолидацию и в рост. Да и для биткоина нужно то же самое. Вот напоминание из вчерашнего видео. На недельном графике нам нужно увидеть это пересечение и разворот до завершения мая. Именно это поможет остаться в этом коридоре. Что отменит сценарий с огромным крахом биткоина на 77, 73 или 83% формирование вот этой промежуточной вершины. И только затем продолжение параболического роста. Если мы останемся в этом коридоре, всего этого не будет. В любом случае нас ожидает два сценария по альткоинам. Первый. Мы удерживаем эту структуру и сразу переходим к большому росту альткоинов до абсолютного пика рынка после небольшой консолидации. По аналогии с этим моментом. Консолидация, удержание структуры с тахастическими RSI, рост до абсолютного пика всего цикла. И второй сценарий немного хуже. Мы проваливаем эту поддержку, проваливаем эту структуру и падаем вниз. В таком случае мы можем пережить крах на 83%, на 73%, на 76%. Ты знаешь о чем я говорю, если видел прошлое видео. Но этот крах нужно считать не от момента пересечения этой линии, а от локального пика альткоинов. И уже после этого падения переходим в консолидацию и в огромный параболический рост до абсолютного пика всего цикла. Меня вполне устраивает первый вариант, где мы находим поддержку на этой линии, переходим к консолидации и растем дальше. Ну и второй вариант меня не пугает, а устраивает наверное еще больше, ведь я смогу купить на этом падении больше любимых альткоинов. Я это люблю. Я люблю шансы, которые дают коррекции и падающие рынки. Тем более, что лучше купить на этом падении много альткоинов, ведь чем ниже мы упадем, тем больше будет иксов на грядущем росте. На этой ноте я говорю, что меня зовут Богатейший Ди, и мы с тобой увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok